здравствуйте дорогие зрители друзья и подписчики просто любители вышивки сегодняшнем выпуске я хочу вам показать свои готовые работы которые я вышел за летний период и осень у меня было очень насыщенное время был сад лес много поездок и совершенно не было возможности показывает показать вам выяснять видеоролик а сейчас уже немножко полегче мне стало побольше свободного времени и хочу с вами поделиться радостью своих работ работа которые я завершила в этот период первое что я хочу показать это вот такой вот дизайн это старинная вышивка называется игольница сары она была восстановлена компанией fox and rapid designs вот такая вот интересная работа размер у нас получается вышивки за 38 крестиков на 62 и по рекомендации вышивка должна была идти на 36 каунте ткань хакбристалл линан от этой же компании fox and rapid включает в демси также нам понадобится дополнительные материалы это декоративная ткань также шинель кружева наполнитель и непосредственно материал для шитья но у меня процессе вышивки возникли перемены изменения настроения я решила эту вышивку оформить совершенно иначе мы сейчас посмотрим что у меня получилось но начнем сначала давайте начнем наверно с ткани значит мне не понадобились не кружева не шинель этому убираем переходим дальше ткань ткани у меня такой нет по ключу я использовала другую ткань от этого же дизайнера я когда-то купила ярд этой ткани называется цвет а мой флавор но она очень такая получилась за стресс и я хотел когда-то вышивать на небольшие сэмплеры но к сожалению я не хочу ничего вышивать потому что у нее довольно такие серьезные разводы есть такая покраска видите прямо очень стрессовые смотрите как как на таком вышивать и я решила использовать эту ткань для маленьких проектов и это вот видите отпаренная ткань проглаженная и вот такие вот видите полосы в общем решила я использовать вот эту ткань для небольших дизайнов и как раз решила что надо попробовать этот материал 40 каунт у меня вот для этой игольницы и второй значит вариант в изменениях произошел это я сделала конверсию в шелке мне у меня к сожалению не получилось полностью подобрать чтобы все ниточки были одного бренда там энпериева развали там варианта поэтому у меня получилась растяжка с разных брендов евросва буквально тут у меня 33 цвета у меня замена вот эти вот 37 26 я поменяла на выросла 46 35 вот этот 500 это же на 18 46 я взяла и красивый вот этот сиренево-лиловый цвет 340 тоже на выросла 13 42 и желтый он более мягкий чем он 5 743 цвет dmc на 2524 была сложность цветом который я нигде не смогла подобрать этот 38 34 dmc он используется вот буквально немножко актив фиалках на втором плане немножко подчеркивает фиолетовый цвет вот буквально здесь вот в крылышках лепестках фиалах поэтому они чем глазка поэтому я решила поменять этот заменить этот цвет классик color box на цвет элек плант но я использовала только светлые оттенки окраски то есть темные я не использую обрала только светлые я я подумал что это не основной цвет он теневой большой роли он не сыграет поэтому решила остановиться на нем вот остальные цвета в принципе хорошо подобрались 38 29 я поменяла на n5 695 так это выросла я вам уже говорила 33 71 я поменяла на n5 цвет девятьсот тридцать пять пятьсот пятьдесят цвет я заменила на четыреста пятьдесят шестой цвет n5 кстати вот этот цвет время качество не так они настолько нитки что я думал не тонкие что я думал что я вышиваю обычными швейными нитками настолько тонкие нитки они довольно важные здесь вышивки как раз анютины глазки вышиваются этим цветом и чувствуясь процветы даже на сороковом каунте значит номер 30 11 а я поменяла на выросла 37 35 33 63 димси я поменяла на n5 номер 642 цвет димси 221 я заменила на n5 226 934 цвет димси я поменяла на цвет 298 кстати вот по линейке зеленых цветов они примут супер идеальные не попадают потому что разная растяжка цвета палитры поэтому я сделала растяжку хорошую она мне нравится но по крайней мере вот прям точного попадания зеленых оттенков нет так розовый цвет 225 я поменяла на а семьсот пяти семь пять один пиа и номер два два три на цвет 143 935 димси я поменяла на зеленый цвет 356 так следующий цвет у нас 469 димси я поменяла на цвет 544 цвет 902 я заменила на цвет 147 это все у нас идут и пиа и 224 димси я поменяла на семьсот пятьдесят третий 340 цвет димси я поменяла на выросла 1342 и семьсот сорок третий димси на 2524 но в общем вот как бы по оттенкам вот так вот приблизительно все горя на вот лучше цвет 102 фреш снова потому что 746 димси больше дает в лимонный цвет он мне не очень нравится поэтому я решила остановиться на в цвете аглориана принципе n5 тоже натуральный белый тоже он хорошо подходит так и давайте посмотрим что же у меня дальше получились какие перемены дело в том что здесь используется ткань которую нужно было подбирать и когда представила что мне придется сейчас сидеть в интернете или там ехать магазин подбирать ткань магазин магазине и у меня сразу желание купить не только все ткани магазинную сам магазин я решила не идти на этот риск а пойти на такую авантюру и попробовать вышить имитацию ткани то есть добавить там ленты кружева и попытаться создать что-то свое более интересное и давайте что же что же у меня путем давайте посмотрим вот такая вот красота мне получилось у меня получился поднос парфюмерный поднос для дамской комнаты вот такой вот конверсии очень красивая работа в помощь мне пришел вот такой буклет книга у джанет крюс дизайн который я когда-то вам показывала здесь очень много образцов кружева как можно вышить и монограммы и я решила остановиться вот на этом дизайне только я выбрала часть до или часть этого дизайна потому что он довольно большой во первых я вышивала на сороковом каунте здесь используется шелковая лента которую я заменила потому что на сороковом каунте тоже смотрелась довольно грубовато и я заменила ее на пасму в четыре ниточки сложения цвет 753 шелковыми нитками вся конверсия у меня тоже идет в шелке ну в общем вот такая получилась интересная работа очень необычная если вы обратили внимание что я здесь уже вышивку непосредственно вот дизайн сары я добавила некоторые веточки с французским узелками чтобы это лучше перекликалась с вышитым кружевом вот такая вот получилась работа оформила я его с антикварный поднос старинный поднос уже очень много лет он был тяжелом состоянии я его восстановила отмыла он теперь блестит красивый нарядный очень сложно было подобрать подходящего размера поднос и плюс ко всему еще нужно было чтобы кристаллы по моей задумке перекликались цветами вышивки это вообще была очень сложная задача но я очень рада вселенной что мне встретился этот поднос и ура ура он нашел себе вторую жизнь вот здесь вот вы видите я вместо ленточек добавила как раз имитации лент заменила на вышивку шелком я использовала 4 сложения ниточки розовый цвет 753 чтобы ниточки ложились плоско и ровно я использовала стилет или же можно заменить теган цыганкой иголкой и вот получится вот такой вот красивый красивое расположение нитей работа конечно роскошные очень интересные мне нравится что получилось что моя задумка удалось конечно самое сложное кружево было вот это вот по вышивке потому что здесь каждая клеточка обшивается бэкстичем каждая клеточка не очень много французских узелков вот эти дизайны ленточек вышиваются легко конверсия по ниточкам я использовала те же цвета что у меня шли вот в этом сна пошли в основной вышивки и желтые и есть легкий сиреневый оттенок здесь уголках есть розовые оттенки как раз и зелень все идет из основной вышивки значит по размерам что у нас получается здесь используется 20 цветов приблизительно до 20 цветов и где-то на три шестом каунте размер должен был быть около 20 сантиметров на 9 19 половина на 8 7 ну да а на сороковом каунте у меня получился размер только вот непосредственно вот так вот вышивки 17 на 8 с половиной а сама открытое окошко вот до края поднос у меня получилось 34 с половиной на 12 и что же это будет у меня это будет парфюмерный столик вот и чем же я хочу его дополнить так давайте посмотрим сейчас уберем можно дополнить вот таким вот старинным парфюмерным флаконом красивым упорнением здесь и в подносе здесь идет покрытие 24 кола золота можно дополнить антикварной антикварной статуэткой вот такой вот красивой таким мальчиком девочка пара и какие-то вот такие мелочи конечно предназначение у этого подноса может быть очень много это и непосредственно как парфюмерный поднос для адамской комнаты также это может быть поднос просто для чай кофе для одной пары например также это может быть вам поднос помощник во время вышивки если вы например высыпаете где-то например в кресте там на диване и вам нужно перенести какую-то небольшую организацию вот как раз можно использовать такой вот поднос ну у меня вот пока задумка была такая сверху у меня будет конечно стоять стекло но сейчас я для съемки стекло убрала чтобы вам не бликовало и лучше было видно различные детали конечно работа получилась очень красивая мне очень нравится и в результат произошел даже все мои ожидания ну как-то вот не поднялась у меня рука оформлять это в игольницу и вот решила оформить это в качестве подноса так ну по этой работе наш дисплей организацию и посмотрим дальше что я еще вышива так убираем нашу красоту вот такая вот красивая статуэтка так это мы тоже можем уже убрать наш поднос с ниточками красивая конечно калма палитра роскошная следующая работа которую я вышел это был сэмплер кругу вот такой вот дизайн и вот моя готовая работа ну давайте сначала посмотрим по схеме сэмплер сэмплер ремембер это у нас получается производитель дизайнер линда дэнилсон и что у нас получается по ключу у меня это был набор но единственное что ткань по ключу здесь идет конфидерает креи 40 каунт линен у меня так и есть но у меня отрез был меньше чем хотелось бы по рекомендации по крайней мере значит по вышивке размер 194 крестика на 71 готовый ролл у меня получился чуть чуть поменьше используются ниточки век да и бокс и так же шелковая лента размер 1 и 1 четвертая инча и нужно также непосредственно материал для проклеивания и вот давайте посмотрим что у меня по ниточкам получается вот они ниточки конечно после шелка они такие все очень суховатые вот но что есть то есть да и непосредственно сам рул вот такая получилась красивая работа совершенно роскошный ролл прекрасно смотрится здесь инициалы здесь вышивается год края я подшивала невидимой ниточкой поэтому шов у меня здесь не виден очень красивая работа здесь идет алфавит цвет ткани конфидерает крейт очень красиво контрастно смотрится единственное что у меня немножечко другой цвет ленточек по причине того что я хотела чтобы лента больше перекликались с крыши с крыши у домиков как-то смотрится более нарядно и более контрастно в общем вот такая красивая работа что у меня здесь получилось по материалам по размеру размерами готового ролла получился 23 с половиной и непосредственно вот как бы вышивка по ширине девять с половиной сантиметра очень красивая работа мне нравится что получилось какие ниточки работа конечно была очень легкая она не тогда емко я здесь очень простая схема результат конечно очень радует качестве наполнителя я использовала флис и кстати вот маленький лавхак довольно сложно протянуть флис потому что он шершавый да он цепляется за лен и я сначала скрутил ролл из флиса а потом обмотала его в zip пакет но непосредственно дико и зипа я его обрезала и потом легко его протянула через непосредственно ролл пластиковый пакет отсюда вытащила и у меня получился очень хороший наполнитель ролл плотный хорошо держит форму никаких искажений нет и вот как раз получилось так что мне удалось избежать но в качестве наполнителя и песок и другие наполнители которые рекомендуют в качестве скролупы грецкого ореха мне кажется это все-таки пыльновато для вышивки а вот такой вот вариант я понимаю почему сложно придумать что-то более используемое более практичное потому что действительно тяжело протянуть этот флис и вот как раз вот пластиковый пакет очень хорошо помогает так по этой работе все и давайте посмотрим следующий дизайн так сейчас мы сделаем переорганизацию так и следующий дизайн у меня был давайте еще покажу вам проклеивающий материал который использовал вот положил и забыла вам показать вот такой проклеивающий материал я использовал он дает очень хорошую плотность но не жесткость рекомендуют компаниями полон номер 906 так и давайте значит посмотрим по дальнейшему дизайну следующий дизайн у меня был в разработке это был сэмплер и таймфорэвэган я вышел эту работу она мне завершена от компании фиртези экземплера бокс дизайнер тарелеза бэрт очень красивую работу очень насыщенный по стежкам по рекомендации вышивку нужно было делать на 40 каунте цвет виндач пекан батор я так и вышивала на этой ткани размер 378 крестиков на 357 также и можно вышивать на 36 каунте но я предпочитаю 40 ключ идет было с ва и димси здесь используется 32 цвета ну в общем изменения никаких по цветам я не делала но здесь очень много стежков вот смотрите используется закрытый хеллингпон стежок сатиновый даймонд айлэд хавдай даймонд айлэд н-квартер даймонд айлэд также вышивка через одну ниточку переплетения стежок тент длинный стежок радужки стежок спиральный круговой стежок французские узелки тайт виндмилл бэк стич смирно стич и чейн стич и также флорентин стич стежков очень много разных но они конечно очень сильно украшают работу мне что нравится здесь идет вот отдельная схема и отдельно идет инструкция по всем стежкам ведь очень удобно работать все очень понятно и все ясно очень наглядные схемы и очень хорошо все расписано так и давайте посмотрим тогда что у нас получается по готовому результатам так и давайте посмотрим непосредственно вышивку и вот моя готовая работа просто роскошный дизайн очень красиво смотрится размер вышивки у меня получился 45 сантиметров на 45 и и давайте посмотрим поближе непосредственно стежки значит колонны вышиваются сатиновым стежком я здесь вела некоторые изменения изменения были в окошках я добавила окошки ставни дверь я добавила везде на стежок херинг бон по примеру моей предыдущей вышивки у меня уже был выше тоже дизайн это и от этого бренда от этого вот такой вот и здесь как раз в окошках использовался этот стежок херинг бон и вокруг двери и я по такому же принципу вышила здесь окошки здесь вот вверху в 10 вот везде вставник ступеньки тоже вышел этим тишку мне кажется смотрится но как бы интереснее по объеме вся крыша вышивается стежком херинг бон через две клеточки переплетения а через две клеточки да то есть четыре ниточки переплетения смотрите какое красивое дерево это мох ирландский мух он вышивается стежком чин стич цепочкой да очень красиво получается дерево просто роскошное здесь у нас цветет персек очень красивые цвета и конечно очень много работы с французскими узелками но уж чем удобно сама схема в крестиках идет на отдельном листе вот ствол вышивается крестом и он идет на отдельном листе поэтому очень хорошо сочетается а потом уже вышивается непосредственно по другой схеме французские узелки вот здесь это у нас кусты азалии я вот здесь вот вам оставила маленький кусочек которые буду выпарывать когда поверх еще вышивается зеленым цветом тоже французские узелки но я не стала это делать мне это не очень понравилось и я решила все оставить в розовом цвете здесь там комбинация два цвета идет птичка малышка высыпается через одну ниточку переплетения очень красивая работа очень такая деликатная и цветочки то же самое но вообще есть вот этот весь фрагмент это у нас получается центр посвящен штату джорджи и джорджи также считается штатом хлопка и как раз здесь вот представлен элемент хлопковой коробочки и цветов хлопка и вот посмотрите я здесь в одном варианте вышла поверх ниточками виспер цвет виспер мне почему-то пришел один цвет вот здесь по ключу идет другой цвет но я использовала в 88 потому что он мне пришел почему-то темнее чем другие цвета хотя все были w88 поэтому я решила использовать этот цвет вот как раз для хлопка он здесь хорошо смотрится он здесь подходит и как раз хочу вам показать и другой вариант если вы не будете вышивать сверху цветом цветом неточек айвари виспер дело в том что здесь вариант получается такой более уже припыленный а здесь получается вариант более контрастным поэтому выбирайте смотрите сами здесь очень много используется дополнительных стежков непосредственно в гирлянде во всей этой красивой гирлянде в цветах только от спиральных стежков вот здесь вот в цветах дуг будь дико яблоня и вот здесь вот в рамочке 30 30 стежков до нужно вышить 30 вот таких интересных стежков они довольно сложные расширается цвет манг здесь используется другой цвет по моему apple позе очень красивая конечно работа здесь есть два варианта вышивки флорентийский стежком можно было вышить вот здесь вот наверху но я выбрала второй вариант есть два варианта значит в первом варианте вот вышитая работа уже видно что здесь используется флорентийский стежок только вы здесь внизу а верху вышивается работа black lock мне понравился как раз вот этот вариант но еще если вариант когда вы вместо вышивки black lock используйте этот стежок вот здесь вот наверху но тогда здесь уже внизу видите уже не вышивается мне вариант с black lock больше понравился он более такой кружевную более ажурной и я решила остановиться на нем и внизу вышел а вот небольшие элементы чтобы немножечко сделать перекличку цвета работа конечно замечательно очень мне нравится по корзинке тоже хотела сказать здесь очень красивые тоже стежки используются переход цвет цвета очень хорошо видно здесь используется алжирский стежок даже не алжирский даймон стежок поэтому конечно работа требует внимания аккуратности терпение весь текст вышел вышел через одну ниточку переплетения мелким крестиком конечно тоже требует внимания терпения потому что нужно быть очень аккуратны нитки черные красятся это видно было даже по рукам поэтому если вы выбираете что-то например вот черную массу да там вышивать большой вас массив идет то я рекомендую сначала дошлить все светлые тона а потом только работа с черным цветом потому что будет отражаться на соседних цветах если вы сначала вышите все черным а потом будете вышивать каким-то цветными нитками светлыми потому что они могут прокраситься через соседние нитки черного цвета но в любом случае работа конечно роскошная очень красивые планирую конечно оформлять это у меня уже получается вторая работа в этой серии первая серия была первые дизайн был посвящен штату вирджиния вот и вот этот у меня посвящен как раз штату джорджи это штат персиков и хлопка хочется еще вышить несколько работ это дизайнера вот один сэмплер у меня уже в работе вот и потом уже переходить уже на какие-то другие разработки по причине того что пока рука опомнил все эти сложные стежки хочется над ней ими работать сделать сделать красивые вышивки вышить и красивой работой после этого уже оформить ну вот получается вот красивая работа интересная и давайте вам покажу все по ниточкам что у нас получается с нитками ниточки вот так вот у нас представлены очень красивая палитра замечательно смотрится на основе мета чпикан батор прекрасное сочетание цветов здесь я не делала абсолютно никаких замен мне здесь все очень нравится прекрасно смотрится все цвета все оттенки все хорошо выигрышно подходит то есть тут уже как бы нареканий у меня никаких нету конечно по направлению это нужно уже смотреть непосредственно в работе может быть вам что-то захочется поменять но мне все оказалось по душе вся палитра вся гамма вот такая вот красивая у нас получается цветовая покраска видите совершенно роскошная работа роскошные нитки прекрасно все смотрится замечательный дизайн очень мне вдохновляет очень нравится по готовым работам наверное это все и хочу вам теперь показать какими были небольшие покупочки встретился мне вот такой вот дизайн от дизайнера гейн роджерс уже готовые комплектации из мастер-класса и я купила эту работу давно хотела мне очень нравится тоже на по сложности стежка стежка очень красиво смотрится тоже буду высшивать так и давайте посмотрим какие наборчики не встретились и что приглянулась кросс my heart вот такие четыре буклета с девочками викторианском стиле это у нас была зима это у нас лето весна и осень вот такие вот четыре сюжета есть идея по оформлению ну когда я буду вышивать пока это еще не знаю но есть буклеты и хорошо следующего такого дизайна тега вернер встретился такая подушечка это часть 1 большого сэмплера как бы сюжет из большого сэмплера и как раз можно вот выжить размер 34 на 34 у меня комплектация леон тоже замечательная работа вот такой вот сюжет от ланарт не встретился редкий дизайн здесь идет тонированная основа анлада начнем вышивать размер 45 на 38 тоже большой дизайн очень рада что встретился вот такой вот сюжет от джан лена новогодний у меня есть запасниках очень интересная такая рама даже не рама а у них у интересный паспорту и вот у меня есть надежда что возможно кто паспорту подойдет в качестве оформления для этой работы вот на рамы нужно будет заказывать вот такой вот дизайн не встретился совершенно милый очаровательный это новогодние игрушки у меня есть вот такая вот серия и я как раз встретила такой набор и решила его взять и там же встретился еще такой буклет с мешками тоже милейший пусть будет так это мы сейчас убираем и давайте посмотрим еще комплектации ну давайте начнем с этой схемы стесси нэш очень интересный такой дизайн мэри крисмас немножко плоховато конечно видно его нужно вышивать но он интересный и я думаю что в качестве сэмплера для рождества очень интересный сюжет вот тоже планирую вышивать размер у него получается 285 крестиков на 197 ниточки джентл арт вот ну посмотрим что тут у нас получится буду смотреть дальше и в одном из магазинов мне встретились комплектации ниточек оверсуа с ниточками видите схемы ниточки я их тоже решила взять вот такой луис рефедус она из с ниточками это довольно большой сэмплера так вот такой вот тоже сюжет с ниточками встретился у меня здесь есть задумка мне здесь не очень нравится вот эти желтые нитки и я подумаю а не попробуйте их заменить золотом например тем же самым креником ну в общем здесь нужно делать раскладку мне смотреть и конечно ткань нужно смотреть следующий вот такой вот сюжет тоже сэмплер джерманнове 1909 год тоже с ниточками тоже симпатичный сюжет это следующий альбертен баджинет 1907 год тоже с ниточками симпатичная тоже работа очень красивый бордюр с оружием просто роскошный вот такой вот тоже сюжет с алфавитом с грушей тоже у меня встретился готовая комплектация непосредственно вот вот я люблю вышивать алфавит мне нравится еще встретилась вот такая схема вот кстати она бы здорово подошла бы вот к оформлению дамской комнаты да где поднос который я сейчас вам показывала который я сейчас вышила вот но здесь вот идет комплектация нужно уже сама собирать нету к сожалению нет не было вариантов с нитками но здесь не так сложно цветов не так много возможно у меня даже что-то есть в наличии нужно смотреть проверять но это еще как один из вариантов проекта но очень прикликается и я как раз в то время в то время вышивала подносы мне встретились эти наборы и мне вот эта схема прямо сердце отозвалось и решила ее взять ну вот мои дорогие на этом все все вам показала все вам рассказала надеюсь вам понравился этот выпуск вы нашли что-то для себя интересное что-то вдохновило вот ну а сегодня я заканчиваю увидимся с вами в следующих выпусках всем радости вдохновения до свидания благодарю всех за внимание до свидания